Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения кровли в подмосковном Держинском. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Под завалами погибли три человека. Еще четверых, которые тяжело пострадали, госпитализировали. Сейчас на прямой связи из Держинского наш корреспондент Борис Максудов. Борис, снова здравствуйте. Как продвигаются работы на месте обрушений? Правильно ли я понимаю, что снег на крыше тут не при чем? Да, здравствуйте. Мы сейчас находимся буквально в нескольких метрах от того самого здания, где сегодня рано утром обрушилась крыша. Это самая ближайшая точка к зданию. Журналистов ближе не пускают за технику безопасности. Сейчас попросим оператора укрепниться. Вот видно, как спасатели в данный момент работают на крыше здания. Кран пытается поднять многотонные бетонные конструкции. Уже в интернете появились шокирующие кадры с камер видеонаблюдения, на которых хорошо видно, как произошла чудовищная авария. Видно, как рабочие передвигаются по ангару, переговариваются о чем-то. Сначала гаснет свет и уже буквально через 2 секунды после этого вся многотонная конструкция бетона обрушивается буквально им на голову. Понятно, что шансов выжить у тех людей, которые оказались в это время под завалами практически не было. Сейчас на месте обвала людей уже нет. Тройчик, как вы правильно сказали, погибли. Еще четверо находятся в больнице в очень тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело и предлагаю послушать, что же в Следственном комитете сказали о этом ЧП. Под завалами оказались люди. По предварительным данным, это рабочие предприятия. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые осуществляют разбор завалов и извлечение людей. Количество пострадавших устанавливается. По данному факту, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия также прибыли следователи и криминалисты Следственного комитета. Напомню, по предварительным данным, всего обрушилась крыша на площади 150 квадратных метров. Это здание одноэтажно, ангарного типа. В нем, по предварительным данным, собирали кондиционеры. И сейчас, что же касается причинок, вначале была информация, что якобы крыша могла обвалиться под тяжестью выпавшего снега. Однако уже через несколько часов после того, как место обследовали следователи, стало понятно, что крыша обвалилась не из-за снега. И предварительная версия, что была нарушена техника безопасности, было известно, что на крыше велись некие ремонтные работы. Что же касается восстановительных работ, которые сейчас спасатели выполняют, они разбирают эти завалы. Работы, конечно, очень много, уже продолжается несколько часов. И предлагаю послушать, что же нам сказали в МЧС о работах. Предварительно можем делать версию, что проводили строительно-монтажные работы непосредственно на кровле. Поэтому после завершения всех работ, связанных с разбором завалов, будет использовано специальное устройство струна для определения готовности к эксплуатации дальнейшего сооружения. Место крушения уже обследовали кинологи. На данный момент информация такая, что людей, напомню, уже нет. Четверо находятся в больнице. И разбор завалов будет продолжаться до конца сегодняшнего дня. Коллеги. Спасибо. На прямой связи из подмосковного Дзержинска был наш корреспондент Борис Максудов. Спасибо.